Ну, тут надо понимать, что мои анекдоты – это те еще анекдоты. Как известно, в пасхальной Агаде, там где-то в самом начале, говорится про то, что Тарак говорит о четырех сыновьях. Имеется в виду, естественно, что четыре раза в Торе есть четыре отрывка, где сказано про то, что надо рассказать сыну в ту ночь, в пасхальную ночь. И по этому поводу, как бы, Агаде говорит, что это разного типа сыновья, что это разный ответ разным сыновьям. При чем лучшее по этому поводу место есть? По поводу того, что вот, например, тот сын, который не умеет спросить, который там, да, отрывок, который имеется в виду, и будет, когда спросит тебя сын завтра, говоря, что это, то скажи ему. Рукою сильнее. Вот, ну, понятно, что это, ну, совсем какой-то простак, который спрашивает, ну, что это, ну, совсем там. А шутка, она выглядит следующим образом. Значит, про сына, который умный. Шутка выглядит следующим образом. И ты расскажи тому, который умный сын, законы и суды, которые завиповедовал Ха-Шем вам. И ты расскажи ему о законах Песах, и дальше приводят цитаты из предпоследней Мишны, трактата Пасахин. Последняя глава трактата Пасахин – это Агада, храмовая Агада Песаха. Вот, на самом деле, это та Агада, которую надо читать, когда, ну, не Агада, а основы магида, то, что нужно рассказывать, у стола в храме. Значит, и тут я не могу не порадовать. Сейчас я ее открою, покажу вам. Шейр. Сейчас. Это та самая Агада, которая, вот, Эйнов Тирима Харха Пасах Афикаман – это первая строка. Пасхальную трапезу не завершают посиделками. Но Афикаман, ну, вот, поверьте, что это перевод Мишны, и он делается формальный перевод Мишны, а не от Пасхальной Агады. Слово «Афикаман» спор идет в Талмуде, и большинство современных авторов соглашаются, что это посиделки после трапезы. Греческое слово. Большинство авторов современных. Но дальше идет следующее. Если некоторые заснули, то пусть едят. А если все заснули, то не едят. Раби Йеси говорит, если, ну, прикорнули, заснули слегка, то едят, а если заснули совсем, то не едят. Так вот, мы не рассказываем Кахилхоз о Пасах умным детям, потому что боимся, что все заснут. Тогда в храмовые времена не едят пасхальную жертву. Это додам существенный момент. Не едят пасхальную жертву, потому что как бы то, ради чего все это затевалось, не произошло. А поэтому, на самом деле, мудрецы, они любят шутками говорить. Причем шутки хорошо прятают. Они старательно изображают себя очень серьезных людей, и шутки всегда старательно прячут свои. Вот это предупреждение не «нудите», которое здесь очень аккуратно спрятано, оно здесь есть. Если понятно, о чем я говорю. Потому что ссылка идет как раз на Мишну, где говорится «постарайтесь не заснуть». Такое вот нетривиальное место. Значит, теперь, что касается темы, то у меня их, собственно, две сегодня было, и я пытаюсь сообразить, какую из них надо предпочтить. Первое, естественно, любимое, педагогическое, на тему того, что Садар Песах и все, что с ним связано, это тема, связанная с детьми. И, в общем, центральная вещь, которая, тара, вот четыре раза повторенная, расскажи сыну своему, на самом деле Песах – это такая связь поколений. И, кстати, у меня есть такое простое очень доказательство этому, что есть, как известно, две заповеди, злостное нарушение которых карается коретом, оттечением души, две предписывающие заповеди. Так, это всегда запреты, 36 коретов – это всегда запреты, но есть два предписания. Это отказ сделать обрезание злостный и злостное неучастие в Садар Песах. Как бы, вот выясняется, что есть два действия, которые не совершает человек, который окончательно отцепит себя от народа, не делает обрезание и не проводит садах на садах. Собственно говоря, в наше время мы хорошо видим, что это действительно является где-то последним таким рубежом еврейской обороны. И то, что делают люди, которые совсем даже отошли от традиции, это обрезание и как-то в той или иной форме проводят пасхальный ужин. Это вот вещь, которая как бы действительно, Песах в этом смысле такая мощнейшая связь поколений. Значит, вот теперь вторая тема, которая есть, это тема вообще о форме пасхального сцена сегодняшнего. Значит, давайте немножко вот о смысле Песах. Я хочу заметить следующую вещь, которую все понимают, вот все, что на самом деле исход из Египта является куда большей основой веры, чем 13 догматов Маймонита. Вот если 13 догматов Маймонита можно спорить, можно принимать, не принимать, то исход из Египта куда вы жили? Более того, на самом деле то, что я сейчас говорю, это то, что говорит Яудаг-Леви в Кузари, где он утверждает, что именно исход из Египта является основой веры. Это такое семейное мероприятие, где есть семья народа Израиля, есть Бог Израиля, и основой веры является исход из Египта. Вот не какие-то факты, а именно, причем начало десяти заповедей на горе Синай, я Гошем, который вывел тебя из земли египетской. Не который сотворил небо и землю, как известно, а который вывел из земли египетской. Более того, рассечение моря Крият и Амсуф, оно меньшее чудо, чем исход из Египта. И здесь начинается самое любопытное в этой истории. Как бы самое главное, не любят, чтобы его трепали. По этому поводу... Да, я хочу еще добавить, что исход из Египта в этом смысле является более значимым фактором ефрейской истории, чем откровение на горе Синай. Вот это более центрально. Куда центрально, чем все остальное. Здесь надо понимать, насколько все смещены акценты. Вот в пасхальной Агаде, пасхальная жертва, которую мы едим, в честь чего? Почему наши предки ели пасхальную жертву в Египте? В храме, когда он существовал? Ответ. Потому что Всевышний пропустил дома наших предков в Египте. Ну, как сказано, Всевышний пропустил дома в Египте. Вы всерьез считаете, что пасхал в честь вот этого? В честь того, что пропустил, в пасхальную ночь, когда поражал в Египте, египтяна наши дома спас. Вы про это? Ну, хорошо, но давайте другие казни. Дикие животные. Описание. И в тот день отделил я провинцию Гошин, в которой пребывал там мой народ, чтобы не было там диких зверей. То же самое. То же самое. Вот есть такая чудесная года, которая хорошо чувствует такие вещи, хотя при этом форма у нее фантастическая. Это век XI. Я никак не могу понять, Испания или Италия. Вот откуда эта книга. Это очень древний такой сборник. Там, да, форма у нее совершенно средневековая. Она доставляет удовольствие читать Цеперха и Ешар. И там, например, значит, и пришли туда змеи, гадюки и скорпионы, мыши, крысы, черепахи и остальные ползающие в прахе. Ну, думаю, что не черепахи, а цав, это лягушки. Это самое. Мухи, шершни, блохи и прочие. И досаждали египтянам весьма. А блохи и мухи заползали им в глаза и уши и пытались спрятать египтяне от них в домах, а те за ними гонялись. То запирались они, когда египтяне запирались в домах, то Всевышний приказал русалке, вы меня извините, русалке, живущей в море, чтобы она пришла в Египет. А у русалки длинные руки, десять длин рук человеческих, и русалки залезали на крышу домов, водосливы, просовывали свои руки в дом, отпирали замки, откидывали засовы, открывали двери и входили в дома дикие звери. Я, смотрите, я ее очень люблю, она вся такая, она, там все рассказы в этом стуле, и когда Егуда был столь грозным воином, что когда он ощетинивался, то волосы протыхали панцирь, волосы на теле протыхали панцирь, рвали рубахи, она вся такая, это потрясающий совершенно сборник, но это такие вот, я даже не знаю, как назвать, это такой вот сборник, я еще раз, то ли испанского, то ли итальянского происхождения по стилю, без удовольствия это читается, полно латинизмов, то есть сразу видно откуда, только я никак, я не пытался разобраться, никогда, куда точнее ее вставить, значит, про град, и так про Иеропию мы поняли, значит, народ Израиля не коснулся, как и казнь пермицов, замечу, то же самое, град, а в земле Гошен, где жили сыны Израиля, не было града, то есть то же самое, значит, но давайте окончательно, предшествующая казнь, это, значит, десятая смерть первенцев, в честь которой Песох, а девятая казнь, это тьма, да, египетская, тьма египетская, коснулась только египтян, а у всех сынов Израиля был свет в их поселениях, прямой текст библейского рассказа, значит, по этому поводу, почему Песох оказывается в честь последней казни, потому что отделил, так во всех казнях отделял, он девятый отделил, да, ну и так далее. На самом деле, тут есть одна принципиальная отличие, куда важнее другого все-таки. Чем отличается десятая казнь от предшествующих? То, что отделил, так в других тоже мы видим, что отделил. То, что евреев не коснулось, мы и предшествующих казнах видим, что не коснулось. По крайней мере, на основании прямого рассказа о диких зверях, о граде и о тьме египетской. Там прямо это сказано. Значит, отличается она все-таки десятая казнь совершенно другим образом. она отличается тем, что для того, чтобы десятая казнь не коснулась народа Израиля, нужно было совершить некоторое действие. А именно пасхальный ягненок, козленок, не важно. Вот. И их кровью помазать косяки дверей или притолки, да. Значит, опять, мидраж, а мидраши, вот теперь это не мидраж, который сэпер Геешар, который назвать мидрашом, по-моему, будет перебор. Потому что мидраш все-таки обычно это агада, идущая от хазаль, а сэпер Геешар это совершенно другой тип рассказа. Значит, мидраж говорит, что как повар, который собирается забить некоторых овец, берет краску и отмечает, каких надо забивать, каких нет, вот помазать двери притолки, и косяки дверей, это как раз тот самый отметок. Значит, я много раз говорил и готов повторить одну важнейшую вещь. Что такое Песох? Египетский. Египетский Песох. О египетском Песох лучше всех рассказал Раши, рассказал одной фразе, дав комментарий совершенно не к этому рассказу, вообще не книги Шмот, не книги Исхода, а дав комментарий к книге Боришит, а именно в рассказе про Лота. «Когда Лот затащил гостей, то дальше ангелы затащили Лота в дом, заперли дверь за собой, а людей, которые снаружи, поразили слепотой, так что те измучились, разыскивая вход». Это рассказ про Лота. Раши, это был Песох. Раши, это был Песох. Вот Раши, он основывается естественно на Медраше, он всегда это делает, но он наименьшей степени хотел сказать, что дело происходило 15-го месяца. Медраше тоже. потому что то, что это происходило 15-го месяца, ничего не добавляет и не убавляет на самом деле. Но безусловно там есть упоминание Мацы в этой истории, кстати, Слота. Он испел Мацы. Но есть куда более важная вещь. которая действительно заставляет говорить слово Песох в истории Содома и Лота. Вот эти запертые двери и люди, которые поражены слепотой в рассказе о Лоте, и которые не могут попасть в эти двери больше, враги, вот эта замкнутая ангелами дверь, это и есть Песох. Вот что такое Песох? Вот здесь очень важно. Песох Египта это не жертва. Вот это то, чего не сразу понятно. Жертва у евреев отмечают, исполняется совсем не так, как описано в Египте. И уж мы никогда не совершаем помазание притолоков и так далее дверей. У нас таких обычаев нет и никогда и не было, кстати. Потому что то, что происходило в Песохе, не является жертвой в Египте, в Пасхальной, в первой Песохе, не является жертвой приношения. А является, если хотите, освещением жертвенника, то есть превращение дома в жертвенника. Кстати, у жертвенника как раз есть косяки. Это роги жертвенника, которые помазывают в Емки-Пу для защиты. Так как Емки-Пу является темой, связанной с защитами, то как раз именно это. Так что происходит? Вот теперь самая главная часть. Что происходит? Есть мидраж. Мидраж, он, это Михильд Адараби Ишмаэль, который говорит совершенно потрясающую вещь, образы, очень, там два образа в Михильде есть, на тему, связанную с исходом Синьки. Первый из них, он действительно фантастический, а именно как пастух засовывает руку во чрево скотина, вытаскивая оттуда теленка, так сделал святой благословен он, когда выводил Израиль оттуда. Тогда аналогия всем понятна, когда это рассказывали. Как пастух помогает разродиться корове от бремени, так Всевышний выступил в роли родовспомогателя при рождении народа Израиля из чрева Египта. Кстати, пражский рэбэ, по-моему, о нем рассказывал, рав Лива из Праги, Лива пражский или Лев пражский, может быть, Лев пражский, он мрачно по этому поводу добавляет. Еврейский закон гласит младенец такая же часть матери, как и все остальные части ее тела. То есть, вообще-то, младенец ничем не отличается от коровы, от ноги коровы, печенки и прочих частей тела. Галактическая правильность. И он по этому поводу говорит, что вообще-то в Египте народ Израиля ничем от египтян не отличался. Вот плоть от плоти кровь откроет. Египтян то есть, как бы вот это второй, вот это второй. Вообще, надо сказать, роды тела кровавая, и вот той же Михилти, я обещал, ведь два медроша, из одного сборника. Значит, Нарой говорит, что исход из Египта подобен тому, как ювелир вытаскивает золото из плавильного горна. И речь идет о вычистке золота, тогда это делали температурными чистыми вещами. Значит, и те, и другие, оба образа весьма такие кровавые и весьма страшные, потому что плавление золота в огне, оно как бы, это ведь не для того, чтобы что-то уничтожить, это просто естественный процесс. Кровь, муки при рождении это естественный процесс. Они естественные. Вот когда вы помните, что мудрецы говорят, не дай мне Бог жить при родовых бехабелей машеях, при родовых внуках рождение машеях, они как раз про это. Значит, теперь, самое любопытное здесь выглядит в следующем образом. Египетский Песох это Песох явления шихины над народом или вот здесь сложно. Дело в том, что пасхальная Агада выбирает тот Медраж, который говорит, что Всевышний прошел по Египту и уничтожил первенца. С этой книгой Дхилим говорит про ангелов, и Медраж идет, спор Медраж это Всевышний сам или через ангелов это сделал, уничтожение первенцев. Агада выбирает этот Медраж. Но самое главное, то, что происходило в Египте, оно невоспроизводимо в поколениях. Понятно почему. Среди всего прочего, потому что вообще-то карбонот запрещен. Жертвы вне храма запрещены по многим разным причинам. Значит, теперь, во времена храма в результате пасхальная жертва она есть, но во времена храма пасхальная жертва приносится в память о Египте. И вот здесь начинается самое любопытное. Пасхальная жертва отличается от всех остальных жертв. Это совершенно другой стиль. Самое главное, что надо внимательно смотреть за признаками. И первые формальные признаки, по которым мы замечаем, что пасхальная жертва отличается от остальных, состоит в том, что частное это жертвоприношение или общественное. Как известно, бывает карбонот. Жертва бывает частная, жертва бывает общественная. Те, которые приносят от имени общества и те, которые приносятся от имени всего народа. так так есть формальные отличия всегда, есть чисто формальные отличия. Так вот, пасхальная жертва это общественная жертва, которая приносится по типу частного или частная, которая приносится по типу общественного. Там разобраться, где концы невозможно. Она одновременно и та и другая. при этом пасхальную жертва приносятся от имени товарищества хавери. То есть заранее люди договариваются, кто с кем собирается отмечать пасху, записываются как бы и приносят одного барашка на сей. При этом именно вот переход от одного товарища к другому запрещают. Значит, в результате вот эти товарищи, а, кстати, они иногда были очень большими, потому что есть свидетельства преданий по поводу того, что иногда всем собравшись доставалось кизать маслину от пасхальной жертвы. Теперь просто прикидываем пасхальным в барашке, ну, это до года, у нас дело происходит весной, значит, у нас приплод у нас осенью, где-то в начале осени, да, основные, в конце лета основные это самое приплод, то есть, это где-то почти годовалый барашек, девять месяцев. Значит, то есть, небольшой барана маленький, но тем не менее, уже из рядных размеров килограмм десять мяса, по всей видимости, десять пятнадцать, да. Значит, если кизать, то, ну, не будем слишком буквально, будем считать грамм сто, то нетрудно догадаться, что это человек сто участвует. При этом самое главное состоит в том, что это вот в храмовое время происходит любопытнейшая вещь, что каждый как бы сидит со своими товарищами, за своим. Это самое. Но все вместе, значит, в Иерусалиме пасхальную жертву едят по всему городу. Город это за внутри крепостных стен, но вот по сравнению с нынешним городом, там было огромный пустырь, обнесенный стеной именно для этих целей. Вот. И, кстати, граница Иерусалима, крепостная стена Иерусалима, она определяется решением Верховного Суда, кстати, Сангедрина, ровно потому, что это вопрос, там куча храмовых всяких дел, но один из них, где можно есть пасхальная жертва. В Шилло было лучше, но храм, я напоминаю, до того, как Шилло поставил храм в Иерусалим, ну, Шилло, да, давайте скажем так, до того, как перенесен был центр храма в Иерусалим, храм ставил Шилло, и в Шилло поставленные жертвы ели всюду, откуда виден храм, который был в Шилло. Для тех, кто там был, там огромнейший амфитеатр, откуда вот естественный такой горный гора, вокруг него идет спуск и потом идет подъем такого холма, это шамронский такой пейзаж, он мягкие холмы, шамронский пейзаж, в отличие от юрусалимского, хотя это одна горная система, но в Шамроне у нас мягкие холмы, а в Юрусалиме у нас довольно скальные образования, вот, и там вот эти мягкие холмы, это огромная такая естественная чаша, где все собравшиеся находятся так вот огромным образом все видят. Значит, так вот, главное, что все собираются вместе, будучи, значит, собирается община Израиля в виде, ну, давайте скажем так, вот здесь есть комментарий Мальбима, я до него не дошел, это Мейерлейбус Мальбим, хотя Мальбим это и так Мейерлейбус, да, Мальбим не фамилия, аббревиатура, но его как бы принято Мальбим считать фамилией тоже. Значит, это венгерский такой раф из города Унварда в основном, то есть Ужгорода, да, ну, вот, по-моему, он сегодня Ужгородом называется, он в Украине, да, Ужгород. Значит, он главный раф Унварда именно был тогда, значит, и он много говорит о психологии народа, у него это одна из таких очень важных тем для него, и, значит, и он, среди всего прочего, очень много говорит о том, что бывает, когда народ собирается огромной толпой вместе, и он говорит, что встреча общины Израиля в Песах это явление единой души народа. Вот это очень важная ночь. И для тех, кто, ну, мне не доводилось это, но есть специальное благословение для тех, кто видит 600 тысяч народа Израиля в одном месте. Значит, и вот это благословение, я его, естественно, наизусть, кто же знает, такие благословения по причине того, что это самое, по причине того, что и сколько раз вам удавалось увидеть 600 тысяч евреев, собранных единой толпой, мне не довелось. Значит, на меньшее количество не говорится. Баруха таха шэм лакэйна мэна га лам благословена таха шэм царь зэ хахам гэ разин. Мудрость тайная. Вот это мудрость тайная, которая говорится, когда собирается 600 тысяч евреев. Так вот, масхальная жертва, это как раз и есть то самое явление мудрости тайны. Я в данном случае привожу комментарий Мальбима, а имеется в виду, что совпадает совпадение времени и пространства и то, что душа народа, которая одна из волнительных тем, для Мальбима, как это ни странно, он говорил, что душа народа это не просто психология элементарность, а душа это нечто куда более реальное и пока народ там живет по домам, каждый сам по себе, то частная душа каждого человека проявляется несравненно сильнее, чем душа народа. Но когда народ собирается вместе, то тогда совпадает святое время со святым местом и то, что выглядит как абстракция, а именно душа народа, вдруг становится реальностью. И вот благословение, установленное мудрецами на собранных 600 тысяч евреев, оно во всех сидурах приводится, наверное, авторы надеются, что кому-нибудь когда-нибудь удастся произнести это благословение. Хахам городе. Вот. То это и есть пасхальная жертва, она именно является проявлением души народа Израиля, то есть в виде тела собравшегося вокруг храма. И вот теперь самое главное. Пасхальное жертвоприношение это есть хаг. Слово хаг это круг, круг друзей, отсюда современный израильский хуг, кружок, который для детей, собирается круг друзей, и они вместе едят, встречаются с Богом Израиль. Вот. Я по этому поводу всегда очень любил эту историю, ведь евреи вышли из Египта, это не пасхальная история, то есть она пасхальная история, но история 12-го часа. И это было в полночь. Евреи же вышли на праздник. Евреи вышли из Египта, они шли, они не уходили из Египта. Тут ведь вещь, которую надо хорошо осознавать. Евреи не уходили из Египта, они пошли на праздник. И радостное вот от пасхального стола египетского, они радостно пошли на другой праздник. Кстати, о детях, с которыми я вот вначале в порядке анекдотов рассказывал. Вспомните, как где-то фараон в какой-то момент разрешил евреям пойти на праздник, только не берите ваших детей. Его послали с этим предложением, потому что пасх он про детей. Так вот, по этому поводу вот это праздник, это объединение единоверцев вместе с Всевышним за столом царя. Это и есть пасхальный, это и есть пасх храм. то есть мы встречаемся с царем только в виде именно дружеской пирушки. Теперь по этому поводу когда не стало храма, то современный пасх возвращается на всю рожу, извините, нет, не рожу, но на всю обличие, на всю обличие, превращается в пасх египетский, в тот самый, который наши предки когда-то отмечали в Египте. В ту ночь все сидят по семьям, там есть чудесное по этому поводу ну ежели семьи не хватает чтобы съесть целого барана, ну тогда можно объединиться, но вообще предполагается, что объединяются именно по семьям. И только если семейная единица очень маленькая, таких ничтожное количество, кстати, в те времена было, семья тогда была несравненно больше с современной. Значит, кто хочет представить, что такое семья, пусть посмотрит список запрещенных браков в Библии. И вот он должен понимать, что перечисленные люди, браки с которыми запрещены, это означает, что это те люди, которые живут под одной крышей. Это очень простая вещь. Что такое семья вот по правильному, при правильном естественном образе жизни. Там братья там, там кого только нет. так вот, в те времена в Песах египетские сидели за запечатанными дверями в ожидании, что будет. В полночь двери распахнулись и дана команда пора идти на праздник. Вот теперь. Это был перекус перед походом на праздник. Вот что такое Песах Египта. Полночь дана команда, а теперь подкрепились и мы пошли куда-туда на праздник. Люди по семье выходят из дома, значит, они идут по деревенской улице, объединяются, идут границы, по дороге, значит, деревни потихоньку сливаются друг с другом, объединяются с городскими жителями и вот этот караван постепенно растущий идет к берегу Ямсуф. Не собираются обсуждать, что это такое. А потом, значит, никакого единого народа нету, идет вот такое слияние, вот обратная дельта, значит, она разбивается, чтобы были реки, она к концу, внизу реки разбивается на кучу рукавов, а это ровно обратное. Идет такой сбор вверх. В реке эти самые на нерест идут соломоны, лососи. Они, значит, вот это вот собираются в единое и идут куда-то туда, к Ямсуфу. народом единомышленников, речь не идет про народ единомышленников, даже близко к истории. Народом единомышленников, они вначале станут где-то у берегов Ямсуф, хотя не очень, а на самом деле окончательно у Гарсина. во время храма народ собирается вокруг храма, чтобы отметить то есть сегодня ровно наоборот. Все сидят за закрытыми дверями, дверьми и ждут что будет. К концу ужина посадим хозяин открывает дверь и приглашает пророка Ильяху. Вот мы тут в семейном круге как бы заходи мы тебя помним мы помним что ты конец книг пророков вот я посылаю вам пророк Ильяху перед днем Гошема Великого Страшного вот заходи посмотри вот мы все здесь собрались мы причастны к союзу мы сидим ждем отмечаем ждем тебя уважаемый пророк Ильяху это значит у нас ангел пророк такой тебе есть что нам сказать но наконец может быть исполнится пророчество нет просто так зашел без сообщения ну вот мы тут для тебя налили вот этот бокал или яму выпей ну хотя бы чтоб помнил дорогу не забыл что здесь всегда нальют и и до следующего раза значит вот по этому поводу я хочу сказать самую главную вещь по-моему в этой истории книга к концу книги Берешит Йосеф тот кто оказался посланцем Божьим для спуска народа в Египет говорит буквально следующее вот я умираю но Бог наверняка вспомнит о вас и выведет вас из земли в страну который клялся Аврааму и Цхаку Якова и заклял Йосеф сынов Израиля сказав наверняка Бог вспомнит о вас так вот зная с кем имел дело Йосеф я я уверяю что в течение 220 лет пребывания народа Израиля в Египте хозяева домов напоминали подходили к двери и напоминали что обещано что было обещание данной Яков пасхальная ночь это то когда это обещание было выполнено вот это клятва Йосефа заклятие Йосефа точнее он там просил чтобы его вывели из Египта вынесли его праха с Египтом в этом заклятии но вот это пророчество Йосефа оно как бы и есть то самое мероприятие сегодняшнее с открыванием двери пророка Илья по этому поводу все что я хочу сказать оно достаточно просто и сводится к простой мысли что современный Песох который мы проводим он в высокой степени Песох Египетский проводится с закрытыми дверями в полночь дверь распахивают в надежде что пришла команда идти на праздник ну вот где-то вот так это то чего я хотел рассказать если кому-то есть что-то к этому спросить то я готов нет ну тогда все отправляются готовятся к Песох потому как в этом году Песох да ну он каждый год но в этом году тоже бдикат хамец мхират хамец биур хамец ну и все прочее ладно тогда всем Песох Кашер в Асамеях всем счастья и радости большое спасибо подписок Самея